Первым вопросом в повестке дня закон о транспортном обслуживании севастопольцев. Его основная цель – организация качественных, доступных и безопасных перевозок по регулярным маршрутам. Александр Викторович Караваев отметил, что этот законопроект немного отличается от подобных в других регионах России. В теории организации пассажирских перевозок, в принципе, отсутствуют такие термины, как социально значимый маршрут и социально значимый рейс. Но на практике применяется. Связано это, скорее всего, с тем, что политика монетизации РИКОД, она, в общем-то, несколько, скажем так, оказалась несостоятельной. И поэтому власть ищет какие-то формы, чтобы оказывать социальную поддержку определенным категориям населения. И в связи с этим в данном законопроекте вот эти термины социально значимый маршрут и социально значимый рейс, они введены. Но фактически, можно сказать, чуть ли не впервые в Российской Федерации. Решение депутаты поддержали с учетом принятых поправок. Большинством голосов принято изменение в закон о муниципальной службе Севастополя. Нормативный документ регулирует уровень оплаты труда муниципальных служащих. В результате установленных ошибочных коэффициентов, сумма должностного оклада и ежемесячного поощрения у высших должностей муниципальной службы первой категории была значительно ниже, чем у главных должностей. Предлагаемые изменения в закон о муниципальной службе в городе Севастополь обусловлены необходимостью проведения последних в соответствии с нормами федерального законодательства. Депутаты поддержали альтернативный законопроект об уполномоченном по правам человека в Севастополе. Такой институт городу необходим. Права человека в городе Севастополе нарушаются достаточно часто, даже не в силу чьих-то действий или бездействий, а в силу того, что законодательство, в том числе федеральное, недостаточно регулирует отдельные вопросы жизнедеятельности, касаемые, например, гражданства и многих других вопросов. Самым долгим на этом пленарном заседании получилось обсуждение законопроекта о гимне города. После принятия документа в первом чтении депутаты доработали его с учетом мнения музыкальной общественности города. У депутата Сергея Ивановича Кравченко возник вопрос, будет ли нарушен закон, если идти по городу и петь гимн самостоятельно. Это вызвало недоумение в зале. Пока данной нормы в данном настоящем законе нет, но ваше право внести данную норму. Татьяна Анатольевна Вусатенко озвучила обращение от членов Союза советских офицеров. Решили обратиться к вам с предложением отозвать данный законопроект во имя сохранения гражданского мира и согласия в городе Героя Севастополя. Если для Севастопольца есть песня со слезами на глазах, то это именно гимн нашего города. То, что у нас этот закон не принимается, это, ну, может быть, разрушает в каком-то плане эмоциональные настроения тех наших торжественных мероприятий, которые проводятся. Все депутаты были на торжественном собрании, которое посвящено 70-летию Великой Победы. И мы совершенно точно помним, гимн России, мы поем, и мы так хотим вслед за гимном России слышать гимн Севастополя, но гимна Севастополя еще нет. Кто был в театре у начальства на торжественном честовании ветеранов, вы все слышали, как в конце ансамбль «Песни и пляски» сыграл легендарный Севастополь. Я считаю, что лучшего исполнения этой песни никогда, нигде не было и, скорее всего, не будет, потому что специфика именно легендарного Севастополя в том, что его играет не симфонический оркестр, как гимн Российской Федерации, а в том, что его играет именно вот в таком составе. Законопроект депутаты поддержали. Документам предусмотрено наказание за нецензурное исполнение или искажение гимна Севастополя в публичных и общественных местах. Например, ранее слова легендарной песни пытались перевести на украинский язык. Ксения Богинская, Денис Александрович, Севинформбюро.